Мы продолжаем разбирать мессианские свидетельства Псалтири и сегодня коснемся 117 Псалма. Начиная с 16 стиха. Начиная с 16 стиха. Начиная с 16 стиха. Благослових вам вы из Дому Господня, Бог Господь, явися нам. Составите праздник воучищающих дорог алтаревых. Бог мой си ты, исповемся тебе. Бог мой си ты, вознесу тебе. Исповемся тебе, як услышал месси, и былося мне во спасень. Исповеритесь, Господи, яко благ, яко век милость Его. Я начал с 16 стиха по-русски, а потом, начиная с 22, перешел на церковно-славянский, потому что пророчества, которые там звучат, они всем хорошо известны именно по-церковно-славянски и в качестве разных слышно-слух воспринимаемых богослужебных и новозаветных текстов. И также потому, что прокимны, аллелуари, они постоянно звучат. Камень негожене бригоше зиждущий, сей бысь во главу угла, сей день негожи соковери Господь, возрадуемся, вознеселимся вонь, Бог Господь явися нам. И эти вещи, которые, скажем, каждый церковный человек, он регулярно их слышит. В пасхальные дни или на каждой литургии, или в новозаветных текстах часто встречаются эти отрывки. Ну и поскольку вот такие узнаваемые пророчества, разумеется, мы не можем не пройти мимо этого псалма. Но начинается пророчество этого псалма, ну скажем, пророчество не настолько нам известного и воспринимаемое на слух. Не умру, но жив буду, и повем дела Господни. Перед этим, десница Господня вознесла меня, десница Господня явила силу, не умру, но жив буду, и повем дела Господни. Вот это, скажем, такое пророчество, свидетельство о том, что Мессия, Христос, не умрет. То есть, Он будет жив, несмотря на то, что Его убьют. Смерти Он не вкусит. Конечно, тело-то Его умерло, но смерти, вечной смерти, то, что пожирает, так, что пожирает всех людей, Он не будет предан. И вот именно это особенное Его действие, то, что Он, как Мессия, как непричастный смерти, Он и может стать камнем, который стоит во главе угла. Потому что все строители пытаются строить, строители пытаются строить здание человеческого спасения. Мне нравится этот образ строителей, нравится образ строящегося дома с большой буквы храма, строители. Ведь интересно, что строители, апостол Павел в послании к Оринфянам говорит, мы все домостроители благодати. То есть, слушайте, мы и есть тоже строители. Мы и камни живые, как говорит апостол Петр. Мы и строители, мы строим. Строим дом Божий, строим церковь. Она невидима. Мало того, что не видно. Кому нравятся кирпичи на стройке? Никому не нравятся. Или там какие-нибудь камни. Обработанные или необработанные. Стройка – это грязное дело. Ничего величества нету. Так и церковь. Она строится. Камни такие невзрачные. Как в том же послании к Оринфянам говорит, мы все как мусор для ангелов и человеков. Но из нас строится храм, и мы строители этого храма. Соучастники того дела, которое делает Бог. Вот. Этот образ строителей, он очень интересный. Очевидно, он очень нравился апостолу Павлу. Много раз к нему возвращается. Понимая, очевидно, переживая очень глубоко и радостно, что он, обыкновенный человек, стал соучастником строительства. Строится дом, через который спасается человек. Кто принимает участие в этом строительстве, тот спасается. Ну, скажем, представьте себе строителей Ковчега, Ноева. Или этот образ поднимается при восстановлении Иерусалима и храма в Иерусалиме во времена Эздры и Неемии. И, собственно, перепись людей, которая там приводится. Есть именно запись принимающих участие в строительстве храма. Вот. Это как бы быть записанным при строительстве, это значит быть вписанным в книгу жизни. Ну, и вплоть до того, скажем, интересного, тоже фольклорного в сущности, но всем хорошо известного образа, когда мы, желая принимать участие в каком-то строительстве какого-то храма, там, вкладываем денежку и получаем именной кирпичик. Я видел, что в одном из храмов это не просто бумажка, это реально именной кирпич. Ты покупаешь этот кирпич или два, или три, их подписывают твоим именем и вкладывают в храм. Очень красиво, символично. Главное, именно символ правильный. Потому что каждый из нас и должен стать живым камнем церкви. И если мы не, скажем, кирпичи именные, но в дело не пошли, толку от нас никакого не будет. Очень важно, чтобы мы были частью этого спасаемого здания. И вот мы невзрачные, нас там этим цементом намазывают, молоком долбят, мастерком скребут. Вот, и невзрачные, но когда придет последний день мира, и это покрывало будет сдернуто, все увидят, какое прекрасное это здание, и каждый кирпич в нем окажется самоцветом. Каждый кирпич в нем окажется сияющим не своим светом, а светом, который идет изнутри, потому что каждый будет во Христе и со Христом. Еще раз повторю, мне нравится образ строителей еще и потому, что, оказывается, строителей много. Очень много. Вот строители разные бывают. Кто-то строит храм, кто-то строит конюшню, кто-то строит там какой-нибудь публичный дом, кто-то строит храм Божий, а кто-то строит храм не Божий. И лучше построить публичный дом, чем не Божий храм. Потому что публичный дом – это понятно, что это зло и грех, и любой идущий туда стыдится, внутри в своей душе знает, что совершает грех, а любой, не идущий мимо этого мерзкого места, он тоже опускает голову стыдно, он знает, что это злое место. А вот ни Божий храм неизвестно. На нем ничего не написано. Он внешне похож на Божий храм. Он внешне даже может гораздо лучше и симпатичнее, приятнее и прекраснее. А чем не храм? Пойду туда, батюшка какой-то священник или какой-то там жрец, улыбается радостно, в каких-то прекрасных, радостных, цветастых, цветочных одеждах, обнимает, целует, куда-то ведет. И ты чувствуешь, как возвышается твоя душа, но вообще-то это все неправда. Храм-то не Божий. Он выглядит, как Божий храм, но в сущности-то он не такой. Вот, а кто-то его строил и строил параллельно. А если допустить, что он строил его не только, как вот там православный храм, а тут непонятно какой, а если в той же самой метафоре, как мы живые камни церкви Христовой, и веруем, если умираем в церкви, веруем, что Бог явит красоту нашу, им созданный свет, в нас вложенный в последний день мира, и мы сияем, как звезды, внутри этого целостного церковного бытия в этом, как камни небесного Иерусалима, то ведь, значит, и тот храм, который не Божий, тоже имеет живые камни. И люди тоже кладут себя в созидание чего-то не от Бога. И вот эти вот строители, каменщики разного рода, с мастерками и циркулями, они тоже строят. Но строят они не храм Божий. Хотя постоянные говорят о чем-то высоком и значительном, и даже могли говорить и о Боге, но строят они не храм Божий. А почему, собственно? А с чего мы решили, что этот храм Божий, а этот не Божий? Почему? Понятно, православные говорят, что этот храм Божий, а, скажем, иудеи говорят, нет, этот не Божий, вот нас Божий. Или там, скажем, кришнаиты какие-то, тоже говорят, у них какие-то храмы есть. А с чего мы решили-то, что один Божий, а другой нет? Вот об этом здесь и говорит пророчество. Здесь в рамках Псалма, скажем, то же самое мы слышим у апостола Павла, в его посланиях, в ни одном послании. Слышим, то же самое мы слышим у сами слова Христа, который нам и приводит это пророчество и Псалмов. И он говорит, кто не собирается мной, тот расточает. И здесь мы видим, что камень, что в основании некоего, вот этого здания кладется камень. И этот камень, те каменщики, они отвергли. Они его выбросили вон, он им не нужен. А этот камень и стал во главу угла. Ну, камень имеется, как только огромная глыба. Это сейчас заливают там цементом, фундаментом. А раньше большой камень, которым прикладывается вот, вокруг которого, на котором начинают опираться все остальные камни фундамента и в целом все возводимое строение. Так вот, тот, кто оказался подлинным, строители ложного храма, они его отвергли. А именно он и стал основанием того храма, который Божий. Вот этот вот камень, отвергнутый строителем, который стал во главу угла, это тот самый камень, о котором сказал Симеон Богоприимец, скажет в отношении к пророчеству Псалма. Вот этот камень, почему? А потому что они подумали, что это мертвый камень, а он оказался живой. Он оказался единственным живым из всех других камней. То есть, он единственный, кого убили, но он живой. То не предан смерти не телесной, а не предан смерти вечной. Мы, скажем, знаем там смутное пророчество апокалиптиса о имеющем рану от мечану живым. Но там говорится о телесном умирании и неумирании. А здесь говорится о жизненном неумирании. Христос, когда умер на кресте, душа его не вошла в область смерти. Она не была предана смерти. Смерть не проникла в него. То есть, это камень, то есть, нечто такое вот неживое, мертвое, телесное. То, что можно убить, но внутренне живое. Потому что смерти оно не объято. Все в этом мире объято смертью. Все. С момента, когда согрешил Адам, все это царство смерти. И смерть царствует во всех наших смертных телах и в душах. Кроме души одного человека, Иисуса Христа. Но убив его, люди подумали, что он такой же, как все. А смерть не проникла в него. И поэтому он стал основанием здания жизни. Он первенец из людей, которых, будучи мертвым, будучи сначала рожденным, будучи человеком, будучи убиваемым и убитым, но внутри в нем смерти нет. Он и стал во главу угла. Вокруг него и возведено здание. На нем оно основано, здание живых, которые, будучи, прикладываем мы к этому живому камню, обретали жизнь. Соединяясь, включаясь в этот строительный процесс и основывая свою жизнь на Христе, они приобретали жизнь, которую излучал этот камень. Грубо говоря, вот берешь кирпичик, обогналитый и сходишь. Вот, можно молотком разбить, и он в пыль рассыпется. Но ты кладешь его на живой камень, и он заражается жизнью и становится живым. А вот там он, он не живой. Он не живой. Возьми этот кирпичик и положи его туда. Он мертвый. Положи его сюда, и он живой. Источник жизни в этом камне. И он животворит все, что включено в это масштабное строение Церкви Христовой. Так же, как организм. Вот, и апостол Павел наряду использует оба этих образа. Отрежь кусочек тела и выброси. Он сгниет, потому что он не в теле. А в теле он живой. И причастен к жизни. А здесь нам пытается сказать именно про то, что строители-то они бывают разные. Разные. Есть те, кто строит вселенский проект смерти. Начиная, может, с Вавилонской башни, а может, и раньше. Те, кто созидают смерть. Те, которые созидают царство человеческое. Воли человека, во славу человека созидают это царство, этот проект смерти. Для того, чтобы торжествовала смерть окончательно и бесповоротно в бытии. И вот они, увидев, что есть некий камень, они его отвергли. Он им не годен. Они на нем не захотели ничего основывать. А он оказался единственным живым камнем. И лег во главу угла. И на нем стали строиться иные камни от апостолов до последних христиан этого мира, которые, прикасаясь к этому живому камню, обретали жизнь, обретали свет и становились причастными этому зданию церкви. Слава которой будет явлена в последний день мира. И это дивно, как говорит здесь Псалом, дивного очи всех наших. И вот дальше продолжают у мысли сей день, и, Гоже, сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся, вонь. Какой день? Мы говорим обычно о Пасхе. Ну, вот это часть пасхального начала. Сей день, и, Гоже, сотвори, Господь. Вот. Почему пасхального? Потому что камень, который считался мертвым, оказался живым. Но речь-то идет не о камне, а о дне. О дне. О каком дне? Ну, дальше мы слышим слова из входа Господня в Иерусалим «Благословен гряды во имя Господне», соотнесенный именно с тем, когда царь вступает в Иерусалим. Но они ошиблись. Они-то думали, что начинается вечное царство сына Давида, потому и говорили «Благословен гряды во имя Господне». Они поспешили. Вообще-то, благословен этот день, этот день великий, но не день входа Господня в Иерусалим, а день, когда явится слава церкви. Последний день этого мира. Это соотносимо и с воскресением Христа. Это соотносимо с любым праздником, с любым событием в земной жизни Иисуса Христа, потому что Бог Господь и явися нам. Потому что все это явление Бога, но на самом деле во всей своей полноте этот день соотносим только с днем Второго пришествия. Этот день сотворил Господь самый главный день, восьмой день творения, который начинается с явления Христа в славе. И вслед за этим как раз наказываются те самые враги 109-го Псалма, которых сокрушает Господь. И является слава церкви. И начинается новый день творения. Его же не будет конца, не вечерний день Царствия Христова. И Бог наконец является не только избранным, является всем. Всем, даже тем, кто гибнет, всем. Бог Господь какие-то периоды земной жизни Иисуса Христа. А являет нам и не вечерний день Царствия Его. Мы так и говорим во время анафоры, вспоминая славное Его Второе Пришествие. В каком-то смысле мы собранные там являем собой те самых небосшественников в белых одеждах, входящих в славу Бога Своего. Избранные от мира, спасаемые от мира, вступающие под сень вечных, вечного Царства. Вот. Конечно, мы посмотрим на себя, глянемся на наших братьев и стернах. Ну, конечно. Скажет только батюшка, какие тут мы спасаем грешники окаянные, но литургия позволяет пережить и это, и прикоснуться к этой радости, этого благословенного дня, ради которого все, все, и каждый день земной жизни Иисуса Христа, и день благовещения и Рождества, и день смерти на кресте, и день славного воскресения, все это преддверие и предощущение того великого дня, который сотворен Богом, для того, чтобы Бог был все во всем, явился всем, и наступит Царство Божье, которое продлится вечно. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова